Добрый день! Сейчас будем чистить пилетный котел Нибибиовар Пилукс 200. Чистится он не просто, а очень просто. В принципе, эта процедура приблизительно раз в 8-10 дней чистка форсунки, чистка топки и раз в 3-4 месяца чистка дымоходов сверху. Там крышечка открывается, все это чистится ершиком, увидите, все будет показано. Вот сейчас он набил температуру, по инерции до 70 градусов остановился, по инерции набил еще 2 градуса и сейчас стоит, отдыхает. На улице, как вы видите, показывает плюс 6 градусов тепла. При этом выход на дом мы имеем сейчас 35 сетпоинт, 36 градусов фактически. Байпасный клапан полностью закрыт, потому что температура выходная здесь превышает сетпоинт, поэтому клапан закрылся, сейчас идет рециркуляция. Насосики работают. Green Force 2L Limited, ограниченная версия. Но, тем не менее, хоть и Limited, все равно 6 позиций работы у них есть. Графики все описывают, инструкции есть. Дымоход, заслонка. Вот это как она работает, для чего? Это для того, чтобы при хорошей тяге, при ветре, хорошей тяге, не высасывала, не вытягивала тепло из самого котла, а заслонка открывается и отсюда забирается воздух. Но никак не идет забор тепла из котла. Экономия должна быть экономной. Группа безопасности и выходы на водонагреватель. Тоже НИБЕ. 150 литров. Термометр. Имеет переключатель от электричества, так и от циркуляции от котла. Причем на циркуляцию воды у него в котле стоит встроенный циркуляционный насос на циркуляцию горячей воды, на подогрев бойлера. Вот. Что мы имеем сейчас при котле? Здесь у нас имеется расширительный бачок на 30 литров, то есть 10% от объема общей отопительной системы вполне достаточно. Чтобы он корректно работал. Расширительный бачок для системы горячей воды. Вот. Так, сейчас мы отключаем полностью систему. Достаточно сделать вот так. Все погасло, встало, насосы встали. Вот. Можем спокойненько приступить к съему верхней крышки, вот этой, для того, чтобы почистить. Ох, там 6 идут труб таких, по которым газы выходят в верхнюю камеру и выходят в трубу. Соответственно, все это с пеплом. Этот пепел надо очистить. Значит, для того, чтобы открыть нам верхнюю крышечку, нам нужна отверточка. И все. Продолжение следует. Снимаем. И что мы тут видим? Накопилось, однако. Вот мы сняли верхнюю крышку и видим, я сказал 4, нет, 6 проходов. Здесь же на вот этих штырях идут такие спиральные направляющие, которые мы тоже вытащим. Будем их прощищать. Изольным пылесосом для сбора золы все это будем собирать. Вот здесь все вычистим. А потом ершиком прочистим сами дымоходы. Вот крышечка, которую сняли. Зова как зова. Ничего такого особенного. Конечно же, перед началом работ мы оденем и защитные очки, чтобы пыль в глаза не летела. И оденем респиратор. Не респиратор, а даст маск. Вот такую вполне достаточно. И тогда будем спокойно работать и не вдыхать всю эту золу. Вот открыли выход из котельной на улицу. Дальше поля. Свежий воздух. Там же и выйдем вытряхивать все эти спирали. С последовательностью. Сначала мы, конечно же, здесь всю эту золу уберем сверху. А потом уже будем доставать спирали. Спокойненько, чистая, не упачкаясь. И тогда почистим спирали. Ну вот, мы здесь все пропылесосили. Теперь самое время вытаскивать вот эти спирали из труб, чтобы их тоже почистить от пепла. Поставить обратно. И тогда уже займемся чисткой самой топки. Значит, таким образом это все снимается. Вот этот рычаг, он имеет там привод внутри. И в момент старта котла он приподнимается и опускается для того, чтобы стрякать пепел со спиралей. В данном случае нам его надо просто поднять вертикально, чтобы можно было вытащить вот эти пары спиральные. Вот мы его подняли. Теперь можем спокойно вынимать спиральные пары. Как видите, на них тоже полно пепла. Вот сейчас мы их почистим и поставим обратно. Вот, как видите, две пары спиральных направляющих мы уже вытащили. Отнес на улицу. Чтобы вытащить третью, нам надо повернуть вот эту башку немножко в сторону, потому что она мешает. Развернули. А, еще чуть-чуть. Вытащили. И все шикарно. Вот все три пары стоят возле стеночки. Сейчас мы их почистим и поставим на место. Вот таким чудесным ёршиком мы сейчас почистим трубы в котле. Вот эти трубы, откуда мы вытащили спиральные направляющие. Как я говорил уже сверху, мы пропылесосили чистенько. Направляющие почистили. Сейчас почистим вот эти трубы. Все поставим на место. Все поставим на место. Так, когда все пропылесошено, сажа довольно немного тут вылетает. Ничего страшного. Там внизу чувствуется, когда ёршик упирается в металлическую заслонку. Так, что далеко его запихать не получится. Все, насколько положено. Настолько он и входит. Все, трубы чистые. То, что тут сейчас вылетело, подберем полисохом. Трансестер. Рыберем. 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 как видите две пары спирали направляющих уже поставил вот устанавливаю третью последнюю они на месте теперь опускаем рычаг в дальнейшем при запуске котла рычаг будет поднимать эти направляющие вверх вниз как бы стряхивать с них сажу на этом все здесь сверху можно закрывать и приступать к чистке топки и можно закрывать верхнюю крышку крышка закрыта все как было до начала работ теперь перейдем к открыванию и чистки топочного устройства значит что нам надо сделать сначала сначала надо открутить шланг хамутик снять и тогда открываем дверцу хомут ослаблен спокойненько снимаем открываем дверцу что мы там видим там мы сейчас видим вот такую картину форсунка там зольник так называемый где все это зола собирается в принципе учитывая то что не чистилась это хозяйство порядка десяти дней прямо скажем тут немного да немного нету даже половины зольника но может быть половины будет что в таком случае пылесос в руки пеплосос и начинаем чистить а в это а в это Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, внутри все чисто, можно закрывать до следующего раза, не через 10. Но в следующий раз уже не будем чистить сверху, почистим только здесь топочку. Зольник выберем, пропылесосим и на этом ограничимся. Ну вот, все собрано, шланг, труба подачи гранул на месте, хомутики зажаты. Продолжение следует... Котел включили. Что мы имеем? Не успел не остыть, ничего, потому что насосы стояли, циркуляции не было. В котле 70 градусов. Клапан потихонечку открывается на дом, на систему топления. Как только опустится до 62, снова пойдет процесс запуска автоматического. Все будет работать. Сейчас у нас форсунка стоит на паузе. Видно, не видно. Наверное, не видно. На этом все. Всего доброго, удачи.